Добрый день, друзья! Выскажусь я по поводу самой актуальной темы недели, так называемой голой вечеринки Насти Явлеевой. Вечеринки в стиле Almost Naked. Дело в том, что это мероприятие закрытое. Оно не эфирилось, не предполагалось, что широкая общественность узнает об этой тусовке. И на такого рода мероприятиях люди имеют право делать все, что считают нужным, ну, естественно, не нарушая уголовный кодекс страны. Они друг у друга там стринги за 23 миллиона не отбирали, друг друга не душили, ну, имеют право. Не то, чтобы мне это было по нраву, нет, но я олдскульный человек, старорежимный. Хотя, оргии это нормально, а там и оргии-то не было. Ну, просто вот тусанулись не совсем одетым в виде. Нормально. Здесь очень многие говорят, что вот, мол, нельзя такие вещи проводить во время войны. Это правда. Но, но, согласно официальному дискурсу, у нас нет войны. За слово «война» в отношении специальной военной операции можно получить административочку и вообще неприятности. Имейте это в виду, войны нет. Да, некоторым телеведущим, некоторым политологам, политикам разрешается называть это войной. Но в целом, повторю, пока, ну, пока еще не начинали, как сказал наш президент. Поэтому, если войны нет, а стринги за 23 миллиона есть, кстати, выяснилось, что это украшение, которое вместо трусов использовала Явлеева, это не ее собственное, еще это просто была реклама. Просто она пропиарилась. Так что, в принципе, это нормальный бизнес-ход. Вот я еще раз повторю, выкладывал уже скрин статистики запросов по словосочетанию Насти Явлеева в Википедии. Ну, она хайпанула. Расценки у нее выросли и на ее посты в запрещенной социальной сети Инстаграм, и тариф на проведение корпоративов и мероприятий. Так что, Настю Явлееву можно поздравить. Она в выигрыше. А общество? Ну что, мне кажется, есть какие-то другие проблемы, кроме как обсуждать чьи-то там попы и украшения. Нет? Если они не согласны, ну, выскажите в комментах, я знаком на себе.